Всем привет дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня, к сожалению, без роту, он немного приболел, но ферма не ждет, нужно развивать ее дальше и у меня несколько новостей. Как помните, в прошлой серии нам удалось таки вытащить КамАЗ, но это не он. Вот он, вот этот КамАЗ нам удалось вытащить, прицеп, к сожалению, спасти не удалось. Но ладно, хотя бы КамАЗ у нас есть. Вот он, пока его пригнали сюда. И, как понимаете, у нас, в принципе, коровы, они достаточно неплохо так кушают и, соответственно, производят неплохо так навоза. Этот навоз я загрузил вот в этот КамАЗ, в котором остался прицеп, для того, чтобы вывести его. Да, наверное, надо было в бочку загружать, но был вот этот прицеп, я думаю, что я буду бочку покупать. И вот смотрите, что произошло. А произошло вот что. Просто газ в пол, ни вперед, ни назад, вообще никуда. 59 тонн, ну, в данном случае, не знаю, тонн там или литров или чего. Ну, короче, оно не едет вообще никак, просто никуда не едет. Что я думаю? У нас есть КамАЗ. Второй КамАЗ, вот этот, который мы с вами находили, он тоже в грязище, потому что, я не знаю, дождей столько было. И вся здесь земля, как бы, вот превратилась просто в какое-то болотце. Я здесь ездил, как видите, дорога накатанная, но КамАЗ данный провалился. Я сейчас беру вот этот КамАЗ и еду за цепями, чтобы вытащить тот КамАЗ. Надеюсь, все получится. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забирай ее бесплатно, прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему Steam-аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки. Но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Друзья, в общем, надеюсь, получится хотя бы вторым КамАЗом вытащить первый. Но здесь проблема в том, что... Сильно ведь ситуация не изменится. У меня второй КамАЗ же не будет газовать, так как я сегодня один. Поэтому, наверное, вот я сейчас еду уже и думаю, что, наверное, идея бредовая. И нужно опять арендовать какой-то трактор. Трактора, конечно же, были возвращены обратно, чтобы не платить за них опять аренду. И, как вы видите, после нашего лесного дела, немножечко бизнес у нас как бы приостановился. Нужно как-то дальше двигаться, но пока не особо получается. То с КамАЗами беда, то еще какие-то моменты погодные. В общем, надо как-то развиваться дальше. И, наверное, сейчас правильно будет все-таки не КамАЗом это все пытаться вытащить, а реально взять сейчас какой-то трактор опять и на тракторе попробовать. Мы с вами уже видели, что в целом Т-150, он не особо хорош в этом плане. Ну, как бы сильный трактор, но не для всех задач подходит. Поэтому, я думаю, мы сейчас, наверное, возьмем в аренду опять К-700. На него повесим цепи, благо цепи у нас тут есть. Так, и давайте, наверное, попробуем вытащить все-таки тот КамАЗ. Ну, реально, ни взад, ни вперед вообще никуда не едет. Так, К-700 берем. Ну, я думаю, стандартный, наверное. Не надо тут особо ничего и замудряться, правильно? Берем его в аренду. Ну, аренда вообще, как бы, по-божески стоит, если честно. Я думал, что больше будет цена. Ну, нет, нормальная цена. Так, а у нас вот еще цепи есть. Давайте-ка мы, наверное, вот эту цепь возьмем. Первую, чтобы проще было все это дело прицепить. Если бы можно было как-то настроить какой-то автопилот, пока ты не сидишь в машине, то да, это было бы полезно, но... Ребят, кстати, говорил вам про эту технику, нет, но когда мы ее брали в аренду для выполнения заказа, после выполнения заказа она почему-то не вернулась назад. Она денег не просит. В принципе, ей можно вроде как пользоваться, но... Но странно. Так, и чего? О, было. Было-было. Сейчас зацепим, значит, раз было. Оп. Так, ну и все, поехали. На К-700, я думаю, в принципе, должны мы этот КАМАЗ дернуть. Опять вот, казалось бы, такая элементарная функция, как просто отвезти навоз для того, чтобы сдать его, оборачивается в целую спасательную операцию. О, спасибо, брат. Спасибо вообще от души. Так, аккуратненько здесь. Мне вот интересно, а что будет, если поезд врежется в К-700? Как считаете? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, снесет он или нет. Там, кстати, на поле, да, не удивляйтесь, там реально Мерседес Арату стоит. Он решил покататься по полю, но... После дождя просто... Он заехал туда на скоростях, и все. И там засел. Ну, возможно, после этого как раз-таки приболел. Надеюсь, скоро выздоровеет уже, и будем с ним продолжать вместе. Еще товарищ Алекс Фрэш собирался к нам на ферму заглянуть, чтобы помочь нам в ее развитии. Так что можете тоже ему комментариев... Ну, можете под этим видео написать комментариев, и я скажу ему, чтобы почитал. Итак, ребята, в общем, летим. Летим жестко. К-700 мне очень нравится, вообще как трактор. Выглядит очень брутально, очень солидно. И я думаю, что такая моща реально сможет все-таки вытащить какой-то там КАМАЗ с 59 тоннами. Ну, очень на это надеюсь, если честно. Если не вытащат, то это все фиаско будет. Ну, я не знаю. Ну, назад его дергать, если только. Или как? Или как быть? Просто на погоду же мы никак повлиять не можем. Мне нужно проехать вверх, завернуть налево, туда выехать. Там что-то типа дорожки есть. И все. То есть, ну, не так долго там нужно проехать. Не так много. Но вот, видите, как случается. И по сути, нам нужно наполнять этот биогазовый завод для того, чтобы все было четенько у нас. Чтобы работа шла во всех, по всем фронтам. Потому что здесь коровы, конечно, это хорошо. Там молочко нужно собирать у них. Но надо и дальше как бы развиваться. Надо двигаться вперед. Кстати, а я вот не помню, а мы... А, да. Деревообрабатывающую технику мы все-таки брали в аренду. Я почему-то думал, что, может, мы ее купили. Нет. Мы ее брали в аренду. Я просто смотрю здесь, видите, сколько еще деревьев есть. То есть, в принципе, можно было бы и сюда еще заехать. Порубить. Вот, видите, кусочек. Ну, как кусочек? Здесь прилично, кстати. Прилично деревьев. Так, а я смогу вообще там проехать-то, нет? Как мне лучше быть-то? Подождите, или где они? Или они вот там остались? Не понимаю, они слева? Да, не туда поехал вообще. Тихо-тихо-тихо-тихо. О, вот сейчас выйду как раз туда, куда нужно. Мог бы вот по дороге здесь, конечно, проехать. Ну, ладно, ладно. Уж чего уж тут поехал, тут поехал. Ладно. Все, значит, едем. И будем вытаскивать. Ну, я думаю, что вообще без проблем, конечно, К-700-ый справится с такой задачей. Мне кажется, для него... Ну, вот здесь он просто вот по траве, где КамАЗ, видите, проваливается по траве. Вон, провалился жестко. К-700-ый нормально едет. О-о-о, вот это он... Вот это он в грязи, я вам скажу. Да ладно, что-то ему тяжеловато, кстати, ехать. Так, ребята, так. Сейчас разворачиваемся. Но я думаю, все-таки все получится. Мне кажется, здесь... Реально должно все получаться. Ну, грязновато, конечно. Да, не спорю. Так. Сейчас попробуем как-то все это дело закрепить. Так, как же тут закрепить-то? Вот так, по-моему, да? Сейчас я беру кусок цепи, подтаскиваю КамАЗу. Так, и... Оп! И цепляю ее. Все. А, КамАЗ, наверное, тоже запустить надо. Давайте попробуем запустить и ту, и ту технику. Посмотрим, что из этого получится. Ну-ка, 700-ый. Да ты угораешь. Так, немного в раскачечку. Да как? В смысле? Че это такое? Я не понимаю. О! Во! Но... Честно сказать, я немного шокирован. А как быть-то тогда? Ну, посмотрите просто, что происходит. Коптит. И не едет. Фара уже пора включать, уже темнеет. Причем даже назад сильно не могу сдать. Какая-то аномальная зона тут. Так, подождите. Нельзя ли заставить? Так. О! Опа! По идее, сейчас он должен газовать, нет? Так, пробуем. Рулем крутит, но... А че толку-то? А че толку-то, ребят? Так, нет, нет, нет. Ну, запускается двигатель его, а... Газует-то, газовать-то, че он не газует? Колеса у него дрыгаются из стороны в сторону, но надо, чтобы он еще газовал. Так, давайте попробуем. Левый shift плюс t. Так. Вот. Терн. Ну-ка, попробуем. Нет, черный, это поворот вроде. Да, это поворот, это не то. Вот и здравствуйте, ребята. Ну, это прикольно, че сказать. Так, а если я, допустим, здесь... Жму на газ. Так, и изменить... Как включить круиз-контроль? Переключить круиз-контроль. Так. Нет, когда я выхожу, не работает, к сожалению. Вот было бы круто, если бы, допустим, здесь включить круиз-контроль. И здесь включить круиз-контроль. И оно бы ехало как-то. Но, к сожалению, нет. Я не знаю, че делать. Ну, может быть... Наоборот, на траву попытаться выехать. Просто... Вообще мёртво. Мёртво прям держится. Так. Ещё разок. Пробуем на фуре назад. Не назад, не вперёд. Как видите, вообще... Если только... Отцепить фуру... Вытащить отдельно камаз. Вот так как-то, да? Вот так он вытаскивается. Хорошо. Но... Вместе-то как их вытащить? Как потом мне прицеп чем вытаскивать? Я же трактором не смогу его прицепить. В этом огромная проблема. Если бы я мог трактором зацепить прицеп, тогда да. Но, по идее, нужен какой-то откат специальный. Подкат, вернее, под прицеп. Ну, прям, смотрите, с разгона как и вообще ничего. Вообще просто ничего. Ну, как так-то? Этого просто не может быть. Не знаю, что делать, ребята, честно сказать. Так, надо глушить все. А то соляра, она как бы не бесплатная. Вот что-то как-то вот так это все дело выглядит. В общем, я не знаю, что делать. Очень нужен ваш совет. Пожалуйста, напишите в комментариях, как быть в этой ситуации. Что делать? Не могу никак вытянуть ее. А мне надо вот туда наверх, чтобы там объехать. И попасть вон в те ворота. Вон туда. Даже здесь из-за подъема мы никак не проедем. То есть надо что-то придумать. В общем, жду, ребята, от вас какой-то помощи. Надеюсь, что вы сможете подсказать в данной ситуации, что делать. Но ситуация вот такая вот сложная получилась. Спасибо за внимание. Всем пока.